Депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки. Теперь нормы строительства на участках под ИЖС и в любых других зонах, где разрешено жилищное строительство, ужесточены. Не больше полутысячи квадратов и не выше 15 метров. На участке, те, которые от целевого назначения G3, G6, для того, чтобы получить разрешение на строительство, надо пройти, будет обязательно публичное ослушание. Максимальный объем строительства, который там написано, 500 квадратных метров. Если вы хотите построить более 500 квадратных метров индивидуальный жилой дом, будете входить на получение разрешения на изменение параметров строительства. Представить проектную документацию, там другие документы. То есть получить разрешение. Второе важное решение депутатов – внесение изменений в бюджет города на этот год. Поправки касаются расходной части. Оно увеличится на 420 миллионов рублей. Дополнительные деньги заложены на решение актуальных вопросов в сферах культуры и образования. В том числе на строительство в следующем году 4 школ и 4 детских садов. 50 миллионов город потратит на перевод котельных в сельских школах и клубах на газовое топливо. В Сочи еще остались учреждения, которые отапливаются углем и дровами. Это очень важное решение для того, чтобы наши дети были в комфорте. Поэтому эту программу мы поддержали сегодня на сессии. Это средства этого года. И не только на проектно-сметную документацию, но и на установку. Потому что это запланирована установка модулей теплогенераторов. И там, где есть газ, сетевой газ, они будут на сетевом газе работать. Там, где нет сетевого газа, там будут газгольдеры, то есть жидкий газ. То есть это модульные котельные, которые очень быстро устанавливаются. Около 13 учреждений будут переведены на газовое топливо. Продолжение следует... Продолжение следует...